Наиболее часто мошенничества совершаются преступниками под видом работников социальных служб или предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Также распространены случаи, когда доверчивым пенсионерам меняют деньги, пугая несуществующими денежными реформами. Многие прибывают в банковские учреждения, снимают пенсионные накопления и, соответственно, передают их мошенникам. Если говорить о мошенничествах с использованием банковских карт, здесь потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, называют те коды по карточкам, в результате чего преступники имеют реальную возможность перевести денежные средства, зачастую переводят их в другие регионы Российской Федерации. Перевод похищенных денег в другие регионы затрудняет раскрытие преступления и возврат средств потерпевшему. В 2017 году сотрудниками полиции зафиксировано более 200 фактов мошенничества. 47 уголовных дел направлены в суд для привлечения преступников к уголовной ответственности. Задержали женщину. Она вошла в квартиру, представилась соцработником местной жительницы, которая пенсионного возраста. И таким образом, введя ее в заблуждение, похитила денежные средства более 400 тысяч рублей. Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на выявление других эпизодов этой противоправной деятельности. По-прежнему главное оружие против мошенников – осведомленность населения. К распространению информации о том, как избежать обмана, готовы подключиться СМИ. Пожилые люди, самые незащищенные слои населения, они воспитывались и выросли совершенно в другие времена, когда люди доверяли друг другу, когда действительно двери практически не закрывали. Сейчас времена изменились. Они подвергаются большой опасности. И, к сожалению, даже несмотря на ряд разъяснительных работ, все равно эти случаи имеют место быть. И еще один, возможно, самый важный совет от полиции – никаких решений не нужно принимать в спешке. Особенно, если решения эти связаны с деньгами. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».